Добрый день, или утро, или вечер, уважаемые родители, через то, когда вы меня смотрите. Мы продолжаем разговор о инфекциях. И я надеюсь, что те, кого эта тема будет заинтересует, или появятся какие-то вопросы, кому-то может хочется узнать что-то побыстрее и не втерпешь дождаться, когда мы будем об этом говорить. Пожалуйста, спрашивайте, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы, естественно, их рассмотрим и расскажем вам о том, что вам интересно в данный момент. А сегодня мы начнем разбирать конкретные группы инфекций с объяснениями не только, как от этого защититься, ну и как от этого вылечиться теми или иными средствами. Первая группа инфекций, которые наверняка случаются чаще всего, это группа так называемых острых респираторных заболеваний. Когда ставится диагноз или говорится у ребенка ОРЗ или ОРВИ, и все замечательно, но никто ничего не понимает, что это такое. Давайте мы с вами углубимся в мир интересный, сложенный и одномоментно невидимый мир вирусов и попробуем разобраться, что же такое вот острые респираторные вирусные инфекции, почему она встречается так часто и почему ее так много на самом деле существует. Дело в том, что острые респираторные вирусные инфекции или острые респираторные заболевания это заболеваний множество, и вирусов достаточно много, которые вызывают эти заболевания. Да, их что-то объединяет, но их и различают. Давайте познакомимся с некоторыми представителями этой группы и попытаемся разобраться в этом мире, что же все-таки он собой представляет. Итак, респираторное вирусное заболевание или острое респираторное заболевание вызывается целой группой вирусов, и они разные. Ну, например, сейчас я немножечко вас с ним как бы представлю, вот их вам, а потом мы с ним будем знакомиться уже более подробно. Итак, к группе респираторных вирусов относится, скажем, такой вирус, как аденовирус. Ну, давайте сразу мы с ним познакомимся поближе. Аденовирус попадает в организм здорового человека через слизистые верхних дыхательных путей, рот, нос, глаза и уши реже. Кстати, вот аденовирус как раз любит слизистые глаз тоже. В чем его особенность? Проявляется он определенным образом. Сначала знакомый нам уже термин – инкубационный период. Повторю для тех, кто не видел первую нашу лекцию о том, что инкубационный период – это период от момента заражения до момента клинических проявлений первых. Итак, инкубационный период при аденовирусной инфекции, напоминаю, что это группа ОРЗ, это где-то до трех максимум суток. То есть в течение трех суток человек, заразившийся, должен заболеть. Либо если он не заболевает, то он не заболеет в дальнейшем уже от этого вируса. Уже заболеет от другого. Значит, чем аденовирус отличается от других респираторных вирусов? Он отличается от них тем, что поражается слизистая глаз. Как только у больного человека, не обязательно ребенка, проявляется конъюнктивит, то есть гноятся глаза, слезятся, болят – это аденовирус. Нет другого вируса. При этом может быть насморк, кашель и все прочие проявления остро-респираторных заболеваний. Может быть температура, причем при аденовирусной инфекции температура немножко выше, чем при других. В среднем где-то порядка до 39 градусов может подниматься. Общая черта вирусов вообще и вирусов ОРЗ в частности заключается в том, что они не реагируют на антибиотик. Что делает антибиотик? Антибиотик разрушает клеточную оболочку микроба, клетку. Но у вируса нет клетки, поэтому антибиотику не на что воздействовать. Это касается всех вирусов. Поэтому применение антибиотика при вирусной инфекции, ну, бессмысленно, мягко говоря. И, соответственно, при первых симптомах ОРЗ и аденовирусной инфекции, о которой мы говорим, антибиотики давать бесполезно. А почему же иногда при тяжелых вирусных инфекциях дают антибиотик? Дело в том, что вирусные инфекции очень сильно бьют по иммунитету. Они ослабляют организм, и на этом фоне к организму цепляются микробы, бактерии. И возникает вторичная инфекция. Ну, скажем, если на аденовирусную инфекцию присоединяется, ну, скажем, там, инфекция какая-то глазная, ну, тот же стафилококк или стриптококк попадает на слизистую оболочку глаза, возникает сильное воспаление глаз. Конъюнктивит уже стриптококковый или стафилококковый. И вот здесь необходимо дополнительное назначение антибиотика. То есть, чтобы вы понимали, антибиотики мы лечим не вирусную инфекцию, а инфекцию вторичную, которая наслоилась. Поэтому сразу бессмысленно, еще раз повторяю, давать антибиотик. А что делать при аденовирусной инфекции? Ну, помимо лечения симптоматического кашля и насморка, очень бы неплохо промывать слизистую оболочку глаз. Как ее промывают? Чаще всего ее промывают достаточно крепким, но не свежим, а как бы уже вторичным, вторичной заваркой чая. Берете пакетики, завариваете себе чай, выпиваете его, на пакетики не выбрасываете, а укладываете на глаза, закрытые глаза больного. Ну, и он ходит с этими пакетиками или лежит несколько минут, где-то в среднем до 10, пока эти пакетики не высыхают. Вот такое промывание несколько раз в день, оно снимает вирусный отек глаз и, соответственно, даже вот эти гнойные воспаления глаз. Ну, и кроме этого, аденовирусная инфекция мы можем наблюдать. Любые проявления, стандартные проявления ОРЗ, кашель, насморк и так далее. Здесь достаточно обильное теплое питье. Может быть, если человек сильно потеет, у него высокая температура, жар, и вот выделяется много воды, можно добавить к жидкости, которую он пьет, немножечко соли. То есть, сделать такой солевой, легкий солевой раствор, дабы восполнить солевой баланс организма. Следующий вирус, с которым мы познакомимся сегодня, это, ну, давайте возьмем вирус, так называемый РС-вирус, респираторно-синтециальный. РС-вирусы, он достаточно тяжелый для организма, он поражает оболочку слизистой верхних дыхательных путей и бронхов. И основной симптом РС-инфекции – это сильный навязчивый сухой кашель. Вот здесь у нас с вами было занятие, лекция была о кашлях и о методах лечения. Вот здесь наша задача – сделать этот кашель влажным, то есть активизировать слизистую оболочку верхних дыхательных путей, чтобы появилась мокрота, чтобы мокрота смягчала, вот эта слизь смягчала раздражающее действие вируса на оболочку. И таким образом, через несколько дней, вирус будет сходить на нет. То есть, опять же, инкубационный период РС-инфекции тоже до трех дней, как у всех вирусных инфекций ОРЗ, я имею в виду. И будет излечение проходить, хотя может кашель возникать на фоне высокой температуры. Насморк очень редко при РС-инфекции, это не очень характерно для нее. И опять же, надо переждать, пережить это заболевание, подождать, пока вирус погибнет вместе с убитыми ими клетками. И таким образом, буквально через 7-10 дней, в среднем случае, организм выздоравливает. Следующий вирус, с которым мы столкнемся, это так называемый чисто риновирус. Ринус – это нос. То есть, это вирус, который вызывает исключительно, в основном, насморк. Кашель очень редко. Или кашель вторичный, благодаря тому, что слизь из носа затекает в носоглотку и ниже, и раздражает слизистую оболочку. Тогда может присоединиться кашель. Но чем опасен риновирус? Он опасен быстрыми возникновениями вторичной инфекции, а именно бактериальными бронхидами. Потому что слизь затекает, как я уже говорил, в бронхи, создается питательная среда для микробов, и очень быстро, уже на второй-третий день, может присоединиться бактериальная инфекция. Если к риновирусу через несколько дней присоединяется сильный, влажный, тяжелый кашель на фоне скачка вторичной температуры, то есть температура была низкая, 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 вдруг проходит 2-3-4 дня, усиливается кашель, и новый скачок температуры. Это показывает то, что присоединилась вторичная инфекция. Вот в этом случае нужно дать антибиотик, не нужно ничего ждать. Любой скачок повторной температуры через несколько дней должен вас очень сильно насторожить. И последний вирус, предпоследний вирус из группы острых респираторных заболеваний, он, казалось бы, выбивается из общей картины, так называемый энтеровирус. Очень интересный, он поражает слизистую оболочку тонкого кишечника, энтерус, это тонкий кишечник. И вот этот энтеровирус, относящийся к группе ВРЗ, он вызывает внешние проявления кишечного заболевания. Понос, жидкий стул с какими-то непереваренными кусочками, боли в животе, но это появляется чуть позже, а в начале, как узнать? В начале появляется клиника ВРЗ. Подкашливание, насморк, какая-то температура, и буквально на второй-третий день начинается классическая картина кишечной инфекции. Вот тут довольно часто это энтеровирус. И заразиться им можно не через рот, а воздушно-капельным путем. Поэтому, несмотря на то, что у человека жидкий стул, его надо изолировать исключительно в его воздушную среду. Поэтому лечение здесь специально для кишечника не надо. Достаточно обильного теплого питья, ну и симптоматическое лечение верхних дыхательных путей. Ну, может быть, определенная диета в этом случае, в этот период. Люди не очень хотят есть, больше пить, поэтому специально кормить не надо. Ничего страшного, если ребенок несколько дней практически не поест, или поест очень немножечко, только то, что хочет. Не надо его в этом плане заставлять. И последний на сегодня вирус, о котором мы поговорим, это вирус, он относится к группе острых эспираторных вирусов. Это вирус гриппа. Многообразие гриппа нам прекрасно известно. У него много различных модификаций. Но все эти модификации вызывают одну и ту же клинику. Инкубационный период гриппа длится где-то до трех дней. Если вы контактировали с больными, прошло уже 4-5 дней, вы от него не заболели, вам повезло. Значит, грипп передается воздушно-капельным путем. И клиническая картина достаточно, может быть, тяжелая. Высокая температура – это симптомы интоксикации, боли в мышцах, боли в суставах, головная боль бывает часто. Вот это то, что отличает вирус гриппа. Ну, кашель, насморк, как обычно. При острых респираторных заболеваниях, чистых, ни мышечные симптомы, ни головной боли, как правило, не бывают. Потому что эти вирусы не проходят через защитную оболочку коры головного мозга. А вирус грипп проходит, поэтому там очень часто головные боли, повышается внутричерепное давление и другие симптомы. Вот для больных детей, у которых родовая травма, повышенное внутричерепное давление, встреча с вирусом гриппа очень нежелательна. Она вызовет резкий откат назад в состоянии ребенка. Значит, два слова о прививках против гриппа. Вот здесь я соглашусь с людьми, которые стоят на негативных позициях к прививкам, и объясню свою позицию. Дело в том, что у гриппа очень много модификаций. Ну, вы знаете, грипп А, грипп Б, там грипп С, грипп Д сейчас появился, птичий грипп, там всякий свиной грипп, коровий грипп и так далее, и так далее. Против каждого вида гриппа есть своя вакцина. И угадать, какой грипп к вам придет, совершенно невозможно. Привившись от гриппа А и столкнувшись с гриппом Б, вы заболеете, и заболеете очень тяжело. Почему? Потому что на фоне прививки иммунитет снижается. И организм, который, может быть, бы и посопротивлялся вирусу гриппа Б, с которым вы столкнулись, он сопротивляться не сможет. Поэтому заболевание будет протекать гораздо тяжелее. Так что вот здесь нужно очень четко знать, что вы столкнетесь с тем гриппом, от которого прививка. Но это практически не очень реально. Поэтому вот здесь я бы постерегся действительно, особенно если это касается детей. Но в этом случае ребенка нужно всячески защищать, оберегать его от контактов с больными, и вот смотрите, такой интересный совет я вам дам. Вы обычно сталкиваетесь с тем, что маску одевают люди уже больные. Но это не всегда правильно. Допустим, если вы идете с ребенком в поликлинику, где заведомо встретите больных людей, не ждите, что они будут в маске. Оденьте маску ребенку здоровому. Тем самым вы хоть в какой-то степени его защитите. Еще раз я свою мысль до вас доношу. Маску нужно надевать не тогда, когда вы заболели, или не только тогда, но тогда, когда вы заведомо попадаете в возможность контакта с больными, как профилактический метод защиты. Ну, на этом наше время сегодня заканчивается. Я буду ждать ваших вопросов, ваших просьб рассказать про ту или иную ситуацию. Если кому-то остро необходима консультация, звоните на скайп, вайтсап, или пишите на личные контакты. И я отвечу всем всегда. Еще раз до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы и счастливы.